Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях сразу два начальника территориальных управлений. Сергей Александрович Андреев, начальник территориального управления Тамилина-Октябрьский и начальник территориального управления Малаховка-Краскова Павел Александрович Максимкин. Здравствуйте! Добрый день! Два начальника приятно сразу видеть в студии. То есть вдвоем она всегда легче и отвечать на вопросы. Но прежде всего Тамилина-Октябрьский, Малаховка-Краскова. Сегодня это на слуху не только в Люберцах, но и в Москве. То есть это такие уже не просто какие-то поселения и поселки с точки зрения... А это такие серьезные участки работы. Давайте начнем с того, как сейчас поселки живут, что изменилось в лучшую сторону, ну, скажем, за последние годы. Начнем с вас. Ну, сразу могу сказать, немножко разделить темы Тамилина и Октябрьской. Все-таки это разные поселки, разные проблемы, разные интересы жителей. Что касается Тамилина, самое главное, что у нас сейчас происходит, это открытие МЦД. В этом плане у нас благоустраивается в Тамилина станция, проходит большое благоустройство. И, конечно, жителей волнует в первую очередь доступность со всех сторон. Я имею в виду, у нас Тамилина делится на две части. И параллельно благоустройству и подходам к станции рассматриваются дополнительные маршруты приближенности к станции. То есть не так, как раньше было к станции? Нет, конечно. Народ по темноте, поэтому мало того, что благоустроится сама станция, также со всех сторон делаются дороги, тротуары, подъездные пути, а также делается освещение. Поэтому жителей сейчас очень сильно волнует именно доступность пешая и доступность транспортная. Более того, скажу, в последнее время, даже до того, как началось благоустройство станции Тамилина, было сделано благоустройство парка Лапса, где были проложены новые пешеходные маршруты, которые непосредственно ведут к станции и освещены, что самое главное. За последние годы жалоб именно по доступности к центру, ну, я считаю, это центр развязочного узла, почти отсутствуют. Это вот глобальное... Ну, тут, наверное, благодаря тому, что МЦД появилось, не было бы МЦД, то, наверное, никто лампочки... Вы заметите, я же сказал, что парк Лапса сделан раньше, на богоустройство. А теперь мы как бы расширяем его до... Конечно, конечно, то есть у нас благоустройство одно идет за другим. Откуда деньги на это выбираются? Они заранее были заложены? Что касается МЦД, это заложено еще вместе с Москвой. То есть я просто говорю про одну станцию, а на самом деле там заложено через Люберецкий округ очень много станций. Впереди еще много интересного. Конечно, я даже более того скажу, у меня-то одна станция, а у Павла Александровича две станции, и Краскова, и Малахова. Поэтому он их более подробно расскажет, потому что там разные подходы. У меня какая достопримечательность? У меня там памятник Пухчкина. И мало того, что не просто станцию благоустраивают, а так еще и сделали благоустройство памятного места. То есть обыграли там концепции и дорожки, и лавочки, и газоны. То есть приятно по самой станции пройтись. А не так приехал и сразу туда... Конечно, конечно. Давайте тогда, Рус, мы сейчас говорим о МЦД, тогда передадим вам слово. А вы про свои станции расскажите. Что там у вас происходит? Ну, у нас в территориальном управлении две станции. Как Сергей Александрович заметил, это Краскова станция и станции Малахова. Обе тоже с именами. Безусловно, да, для жителей это такая знаковая история МЦД. Сейчас вот, ну, в данный момент мы по Красково меняем заборы у жителей, которые граничат с границами МЦД. То есть как меняете... Ну, заборы прям... В один стих. Согласовали. Бесплатно. Бесплатно, конечно. Как здорово. То есть в рамках МЦД у жителей будет... Причем они интересны очень, они профилированы металл, интересна очень конструкция. Это жителями было согласовано, это все. У нас в рамках самой реконструкции этих станций были созданы рабочие группы, где мы в контакте с жителями обсуждаем вопросы, как они хотят, что поменять, где главку переставить, да. Если вы интересуетесь, не просто так пришли, сказали, здесь у нас теперь будет станция. Нет, ну, в рамках МЦД хорошо, да, но нам пришло со своими деньгами. У нас есть свои жители, и Владимир Михайлович, он делает акцент на то, чтобы мы слышали их, делали группы рабочие и разговаривали, были постоянные диалоги с нашими жителями. У нас они достаточно активные. Значит, заборы, идет общение с жителями, вплоть до... Я так понимаю, тоже у вас какая-то там развязка будет, да, вот как у коллег? Безусловно, то есть меняется в рамках этой работы, она большая работа, мы согласовываем маршруты поступания, маршруты, то есть людей, которые будут на эти станции приходить, к новым остановкам, которые будут в формате МЦД, то есть будет некое перестроение маршрутной сети автобусов, то есть... Транспортный узел, по-чему, да, то есть это практически ТПУ, да, транспортный пересадочный узел в этом формате. Ну и, конечно, мы делаем две стороны, понятно, вот если по Малаховке взять, мы делаем пешеходную зону на станции Рельсовой, то есть это пешеходная полностью дорога, а с другой стороны станция Малаховка – это пешеходная улица, театральный проезд, которая идет к летнему парку, на котором я, если вы там разрешите, позже остановлюсь. Конечно, конечно, про парки мы поговорим, безусловно. То есть МЦД – это огромный проект, который сделает комфортную среду нашим гражданам. Хорошо. Ну вот теперь возвращаемся. Мы, значит, начали с Томилина, возвращаемся к вам. «Октябрьский» – тоже такое знаменитое название, проблемы тоже там известные. Да, ну вот как раз известные. И многие проблемы, конечно, существовали годами. Но благодаря в последний момент Андрею Юрьевичу и Вадиму Михайловичу у нас продвинулся проект парков, наша «Лесная пушка». А «Лесная пушка» всю жизнь был просто лес. Но благодаря программе мы вошли в программу благоустройства парков в Подмосковье. И у нас сейчас идет первый этап. Первый этап будет сдан к первому сентябрю. Так, а что входит в первый этап? В первый этап будут входить входные группы, дорожки внутри леса, также лыжеролерная трасса, которую подготавливают уже в этом году. И я думаю, зимой она уже будет задействована. Также прилегающая территория. Жители очень долго... То есть со стороны жителей создана рабочая группа, которая участвует во всех совещаниях с подрядчиками. То есть где дорожку прокладываем, где не прокладываем? Нет, 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 нет. Не дорожки прокладываем, а мы уже с ними. То есть была первая сначала разработана концепция, которая была доведена до жителей. Жители уже на базе разработки, уже дали предложение, что они хотят видеть, как хотят видеть и где. А сейчас рабочая группа создана для того, чтобы подрядчик делал в рамках того, чего жители хотели. А, чтобы не схитрил. Ну, конечно. Конечно, вы сами понимаете, любой подрядчик, если можно где-то схитрить, он схитрит. Не упустит своего. Ну, конечно. Поэтому и создана рабочая группа для работы. То есть Вадим Михайлович очень часто принимает сам участие в этих рабочих группах. То есть приезжает, и мы в составе жителей выходим и проверяем работу подрядчика. Именно в самом лесу. И потом, я так понимаю, это первые этапы. Будет еще несколько этапов. Да, будет еще несколько этапов, которые в следующем году пройдет. Но сейчас главное в этом этапе – это у нас с вами закольцовка. То есть у нас лес был разроден. Кроме одной дороги до Волкуши, до Латкарина, больше ничего не существовало. Сейчас у нас рядом в Томилино строится большой микрорайон «Самолет». Такое название тоже про него много. Да, он тоже будет завязан. Там будут проходы именно в этот парк. То есть если у нас было сообщение между Октябрьским и, грубо говоря, поселком Миром, только вдоль М5 по пешеходной дорожке, которая была сделана в рамках застройки, то сейчас разрабатывается в этой концепции еще будут проходы через лес. Понятно. То есть жители ЖК «Самолет» ринутся к вам на лесную опушку. Благоустроены. Да. Я вам даже больше скажу, что в рабочей группе от жителей есть также жители ЖК «Самолет». Ну и по традиции теперь о ваших парках. Ну, они не совсем мои. Это парки наших жителей и которые не менее значимы для наших жителей. То есть тут и губернатор Андрей Юрьевич приезжал к нам в парк Малахское озеро. И давайте расскажу в двух словах. Этапы благоустройства у нас прошли. Три этапа у нас было. Три. Три. Для жителей. Все ближайшие седьмяды к городу. Жуковский, Раменский. Все приезжают, с детьми гуляют. В этом году мы чистим озеро. То есть это большой проект в Министерстве экологии Московской области. В нем все втянуты. Я помню одно время уже никто не верил, что почистят когда-нибудь. Это действительно значимая такая история, которая придаст новый импульс. Развитие совсем другого results. ну и соответственно все просят мостик который необходим эдакие еще моря и он у нас есть концепция разработанная это действительно большое творение людей надеюсь мы воплотим в жизнь думаю что в двадцать четвертом на году он мост мостику быть андрей юрьевич ему тоже показывали этот проект проект действительно амбициозной он даст нашим жителям возможность по кругу гулять с колясками на роликах кататься велосипеды причем я думаю что мы сделаем это подъездные пути это будет некое место притяжения для свадеб то есть это будет такое место куда все будут приезжать повесить замок ну грубо говоря это такая традиция которая сложилась уже издавна у нас что и что еще в этом году планируем если брать по поселениям да это в красково парк марусина это действительно то место которое годами простаивает его уже обещали делать житель мы сейчас выходим уже на финиш на и в сентябре мы поступаем к работам то есть мы будем его делать да там есть непростой проект действительно есть сложности там есть определенная зона затопления но подрядчик готов готов он отвечает ну да раз готова на подрядчик с именем он знает что он делает будем надеяться как мы вот говорили с вами что они хитрый будет под 5 а будет помогать но тем более что опять же как я понимаю все через жителей вместе с жителями то есть там комар носу не поточит сейчас делаю небольшую паузу напомню что мы говорим о территориальных управлениях тамилина октябрьский и малахов как раз кого два начальника у нас сразу здесь присутствует поэтому наше заседание продолжится буквально через некоторое время напомню что эта программа открытый диалог два начальника у нас здесь находится в студии сергей санч андреев начальник территориального управления тамилина октябрьский и павел и санды максим кин начальник территориального управления малахов как раз кого но про дорогу понятно про парке замечательно но я так понимаю что все остальное тоже никуда не уходит все темы которые но назовем их словно жкх где-то они больше уже в такую деревенскую как бы сторону ходит более некоторых городскую чем еще приходит жители чем еще проблема и чего может быть в планах ну могу сказать до жители вот конкретно по поселениям до жители октябрьского до очень много лет а у нас очень старая поликлиника до пора до этого года пора бы наконец с того года того года началось строительство поликлиники на территории поселка октябрьского четырехэтажный современ современный который будет в себя объединять всех специалистов по всем разным направлениям урологи там кардиологи все остальные сейчас какая проблема в поселениях я нам надо звучу общую проблему это то что приходится к специалистам записываются в разные места нашего округа и караиса и кататься до в данный момент когда поликлиника ведется мы объединим всех специалистов да но я думаю что и немаловажный вопрос что и врачи наверное ну с большим удовольствием пойдут в новую скажем на украине или клиник они вот кстати возвращаясь к самолету там лишь поликлиника новая уже введена это самолет да да и у нас был там уже начальник заведующая поликлиники приходила рассказывал о том что она даже сделана с учетом подрастаю ну просто населения в этом регионе так что у вас выбирайте любой район который нас их жители много много просят много о чем думают и я думаю только и просят моменты есть моменты которые действительно значимые может быть даже не в люберецких масштабах жители просят попросили восстановление парка летний театр то есть это действительно точка притяжения может стать вообще областного масштаба это парк летний театр вон в нем пели шаляпин до играл ранец где-то это туристы будет приезжать специальными группами а вы посмотрите насколько удобно логистика этого места то есть это мцд рядом в пяти минутах находится парк летний театр в нем и природа сочетание природы и если вы сейчас получится у нас восстановить некие там фасады исторические то есть мы сделаем такое место куда люди будут с удовольствием приезжать ну и потом еще слова театр глядишь заработают как-никак летом то почему бы там не давать какие-то постановки как это было но с творчественным направлением тоже можно сотрудничать малаховка всегда была родиной интеллигенции кого только не было но слой сейчас сложно перечислять всех кто там был но это действительно место куда люди должны ехать да это бренд-нэйм малаховка но и у нас даже музейный выставочный комплекс когда к нам приходят до масса людей которые экскурсию готовы то счете очень много рассказать могут про эти места и тем более приятно что как вот обычно бывает приходишь куда-нибудь и заброшенка стоит и вот говорят раньше это был там ну не знаю там театр и рассказывать фотографии показывает и складывается такое впечатление что вот ну вот прошло понятно что время не всегда а так если мы сейчас восстановим да как каким-то образом благородим уже совсем будет да раньше был тот театр там тоже проблемы и пожары и все на свете было но любом случае для жителей и для туристов это хорошо а вот по поводу других благоустройств чего просят ну из таких может быть не благоустройством я бы хотел там акцентировать сергей санчат затронул тему социальных объектов так давайте да ну в малаховке был давно запрос на капитальный ремонт школы это 46 гимназия на улице грибоедова то есть сейчас мы на финишной прямой то есть 1 сентября планируем открыть двери обновленной мы сегодня там проводили встречу то есть все идет огромными шагами мы первого числа люди пойдут в новую гимназию то есть одно что стоит с первого августа на первое сентября не будут докрашивать там но это водится траги или будет в шарики уже некоторые традиции всегда должны соблюдаться на стройка на шарике безусловно это значимое то есть это одна из там самых лучших шагом это капитальном округе конечно школа была тридцать седьмого года постройки там в процессе выхода подрядчик вышел на объект увидел там пришлось ему дополнительно стропильную конструкцию менять это ну серьезная работа которая провели наши строители и надеюсь что конечно 1 сентября все будет только с шариками без всяких кисточек подкрасок по благоустройству конечно в этом году у нас получилось многое да с помощью тут во многом они михалов что уделили такое решение от мая задаме краем маз и это огромное количество комплексного благоустройства территории это такой название красивая комплексная благоустройство Claical это касается всех поселений называется кбд тдая все просто кбд т это томось на благоустройство до преддумовых территорий вот она сейчас идет полным ходом и идет она во всех поселениях и样 и в Входит на придомовую территорию замена асфальтового покрытия, замена бордюров, замена расширения парковочных мест, где это нужно, установка нового освещения. В некоторые комплексные богоустройства попадают детские площадки. Почему говорю в некоторых, потому что не везде есть детские площадки. То есть там, где она есть, она тоже по-новому. Она попадает, да, тоже. И также, сразу добавлю в КБДТ, чтобы, ну это просто параллельные две программы, которые это еще есть народные тропы. Народные тропы это, грубо говоря, программа, разработанная тоже на уровне области, это то есть где люди у нас протоптали дорожки, где им удобно ходить, да, и это востребовано, то их приводят в нормативное состояние. То есть из них делают нормальные пешеходные тропы. То есть то, о чем мечтали все, когда, вот как у нас обычно было, тропой эту, и закапывали, и что-то туда, и сажали, да, и деревья. Никому почему-то в голову не приходилось, сделайте дорожку. Может быть даже перегораживали. Да, и перегораживали всяко. Сейчас немного другой подход, вот, и подход такой, если люди приняли решение, что здесь не надо газона, а здесь легче ходить и транспортной доступности, то мы берем это во внимание, проводим голосование, голосование опять же с жителями. Если эта дорожка побеждает, то на следующий год она попадает в эту программу. А вот голосование тут тоже важно. Мы понимаем, что есть жители, которые очень, ну, в хорошем смысле активные. Может быть даже вам и достается от их активности. А есть жители, которые, ну, да, дорожка или нет дорожка. Ну, как-то так, вот такое, половинчатое. Иногда бывает такого, что решение принимается, и вдруг кому-то это не нравится. Потому что голосование, одно дело, когда три человека проголосовало, три дома. А другое дело, когда 33 дома. Из них 10 проголосовало, а 23 в отпуске были. Вот как раз наглядный пример привезду по конкретному адресу. Гаршина, 9, корпус 11. Я ему называю, Тамилина. У нас идет сейчас КБДТ там, комплексное было устройство. И там получилось так, что, когда принималось решение, был старший по дому, который всех объединяет, с ним согласовали, все, он прошел по жителям, начали делать комплексное было устройство. Там комплексное было устройство было с расширением парковочных мест. Но получилось так, что во время работы один из подъездов, где было расширение напротив него, возмутился и говорит, нет, он нас обманул. Ну, это понятно, а жители есть жители. Поэтому, чтобы не останавливать комплексное благоустройство, было принято решение провести повторное голосование с двумя протоколами. Прям как выборы. Нет, нет, ну это жители дома. В протоколе был всего один вопрос. За расширение парковочных мест и против расширения парковочных мест. Так, и победила? Победили, кто против расширения парковочных мест. Поэтому подрядчикам была составлена схема, где подписались старшие по дому, инициативные две группы, подрядчик, управляющая компанией. Две группы, это те, кто за, и те, кто против? Ну, кто протокол. Они проводили два протокола параллельно. Как интересно. Вот, и в итоге, в итоге решили оставить все в тех границах, которые есть. То бишь, что, я же говорю, что не обязательно. Вот это ответ на ваш вопрос. Если люди проголосовали, появились кто против. Пожалуйста, в рамках работы можно внести изменения. Понятно, хорошо. Так, а вы что добавить? Какие у вас интересные истории? Ну, у нас истории таких вот, как Сергей Александрович, их всегда хватает. Да, невозможно. Наверное, книгу можно написать. Я, конечно, с помощью вашей программы хотел бы к жителям обратиться, что, безусловно, вот все вот эти благоустройства, которые мы проводим в рамках, там, комплексно, или в рамках губернаторских площадок, они созданы для того, чтобы улучшить качество жизни наших жителей. Но они невозможны, к сожалению, без неких неудобств, которые они несут с собой. То есть это подрядчик завозит песок, завозит там щебень, бордюры, он завозит их на парковочные места. Безусловно, он их занимает, но это временно. И мы стараемся силами наших сотрудников контролировать эту ситуацию, минимизировать эти неудобства, которые могли бы там жителям... Ну, не поставит он машину сегодня в своем дворе, но зато мы расширим ему парковку, и он сможет там... Скоро пасть. У него будет пул уже этих парковочных мест там дополнительный. Безусловно, это накладывает некий отпечаток на людей, если, допустим, провели комплекс на благоустройство, да, а мусор за собой не убрали, да, подрядчики? Ну, подрядчики, это всегда идут по пути наименьшего сопротивления. Да, они заметны. Да, а на жителей, то есть, накладывается некий такой осадок, что вот наделали, нагадили и убежали. Да, да, да. Конечно, да, поэтому мы стараемся своих сотрудников, вот, наших территориальных управлений, закреплять адресно за каждым... Вот идет комплекс на благоустройство двора там, да, там закреплен сотрудник, который каждый вечер приедет и проверит, что там произошло, убрал ли, добросовестно ли подрядчик и так далее. Ну, в целом, завершая наш разговор, вот, в целом на сегодняшний день вам легче работается, то есть больше есть возможности, особенно когда вот и Москва заходит, и губернатор, губернаторские программы и администрация. Разрешите? Безусловно, то, что мы... Наша ближесть к Москве вообще определяет наших жителей как почти... Ну, почти москвичи. Почти москвичи, да. Многие есть москвичи, живут, работают там. И, конечно, наши жители, они в большом запросе к качеству жизни, как в Москве. И я вам хочу сказать, что вот формат, который мы стараемся им дать, то есть тот контакт с жителем, который мы ведем, мы делаем, ну, все, чтобы им было проще приехать в Москву и не заметить разницу между люберцами и Москвой. А вы что добавите? Я помню, что согласен с Павелом Александровичем, могу от себя только добавить, конечно, некоторые проекты, особенно сложные проекты, стало реализовывать полегче, из-за того, что, если исторически сложить, когда один бюджет, это понятно, это сложно. А когда есть еще и московский областной бюджет, есть еще и федеральный бюджет, конечно, некоторые те проекты, которые могли казаться сказкой, они осуществимы в данный момент. Конечно. Ну, и мы надеемся, что сейчас 400-летие, уже о многом фактически все это приурочено так или иначе к 400-летию. Надеемся, что после того, как 400-летие пройдет, ничто не остановится, озеро будет вычищено, и ни одно может быть. У нас их тут много всяких таких водоемов. Ну, и пожелать вам успешной работы, потому что работа нервная, вот, надо находить контакт с... Это же, понимаете, представьте себе подрядчик, особая история, подрядчики, жители, не бывает так, чтобы всем все нравилось. Конечно. И, в-третьих, собой владеть. То есть всегда же хочется. Поэтому желаем вам творческих успехов, как говорят в таких случаях. Напомню, что в студии у нас были Сергей Александрович Андреев, начальник территориального управления Тамилина Октябрьский, и Павел Александрович Максимкин, начальник территориального управления Малахово-Кокросково. Почему я Малахово хочу сказать? Начальник территориального управления Малахово-Кокросково. Ну, отправляем вас, дальше работайте. Программа на этом закончена. С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова